Скажите, пожалуйста, что сегодня театральная студия будет показывать в этом трагическом мире? Мы ежегодно к Дню памяти жертв Холокоста делаем музыкальные и литературные композиции, основанные на разной тематике, это и местные, наши николаевские судьбы и судьбы, в принципе, побывавшие в этой ситуации. Сегодня конкретно мы представим зрителю судьбу одного выдающегося человека, писателя, педагога, врача Януша Корчика и его детей, которые, несмотря на все тягости, доставшиеся им в жизни, были вынуждены так печально и трагически закончить все. Сколько будет участников в вашей композиции или в вашем спектакле и в возрасте? Конкретно в этой постановке задействовано 11 человек в возрасте от 17 и выше. Это молодежная студия, молодежный возраст, скажем так, театральный из нашей студии, и именно эти ребята будут сегодня нам демонстрировать спектакль. А будет тяжело ли было работать над спектаклем? Ну, над этой темой всегда тяжело работать. Над спектаклем я бы не сказал, что это тяжелая работа с точки зрения режиссуры, поскольку здесь тяжелый подготовительный процесс для того, чтобы все участники пережили или попытались хотя бы приблизиться к внутренним переживаниям тех событий, которые происходили. И если этого удается, а нам это удалось, то сама работа уже протекает в этом русле. И это не тяжело, это нужно делать, и все это понимают. И поэтому все как один, как одна большая команда, мы хотим донести до людей причины и мысли о том, как сделать так, чтобы таких событий больше не повторилось. Вот смотрите, эта трагедия, здесь много тем, да? Почему именно эта тема? Почему эта тема? Потому что Януш Корчик мы взяли за основу этого человека. Януш Корчик это человек, который не просто воспитал поколение, которое могло бы улучшить в десятки раз мир. Это человек, который остался предан и верен себе, детям, народу и стране. У него был не один шанс остаться живым, потому что ко времени, когда произошел Холокост, он был достаточно известной личностью, и сами немцы предлагали ему остаться живым. Но он отказался, потому что его воспитание, его подход к жизни и к тем детям не позволили ему предать в последний момент своих детей. И вот это мы хотим нанести, о том, что даже пожертвовав своей жизнью, если ты останешься верен до конца, то в будущее твоего народа будет. Вот это сверхцель нашего спектакля сегодняшнего. Спасибо.